Всем привет еще раз. Непонятно почему у меня съемка прервалась. Предыдущая съемка. Но мы сейчас продолжим дальше. Ничего страшного. Засниму еще одну часть подъема. Уже более верхнюю такую. Уже вот мы приближаемся к технику. Вот тут сейчас на двух языках сказали, что на этом участке существует временное замедление. Это все как бы запланировано, поэтому не удивляйтесь. Через секунду вагончики снова ускорят свое движение. Вот мы уже в технионе. Все это комплекс техниона. Как говорится, Израильский политехнический институт. Которым я начал заниматься в 2001 году. И через один семестр благополучно его бросил. Кстати, одно из самых моих правильных решений в жизни. Ну я спокойно перешел потом в университет Хаевский. Нормально там доучился. А в технионе меня бы ждало много бы зубной боли и душевной боли. Много-много лет потом подряд еще. Если бы я не бросил, то непонятно чем бы все это закончилось. Не, ну конечно бы скрыть, чтобы вниз не бросил особо, но... Ушебного дискомфорта было бы очень много. Вот сейчас на трех языках объявили о том, что... Тут центральная остановка, центральная станция техниона. Вот здесь есть спуск и... Тут можно сойти как бы. Сойти и опять же сесть на... Рахболит. На эти вот... В эти вагончики и поехать дальше уже... К университету. Вот. Станция технион Меркас. Центральный технион. И вот здесь вот эти... Вот открываются двери. Пассажиры приглашаются зайти... Ну никто не это. Никого нет. Вообще никого нет. В принципе, это... Это рахболит не рентабельно как бы особо. То есть все эти вот вагончики, в принципе, как бы... Они рентабельны, может, там, один-два месяца в году, когда много туристов в религиозности. Во время прекращения занятий в религиозности в заведениях, типа, там, и шейфах, там, и все такое. Но это в июле месяце, там, три недели. Кроме этого, обычно тут какого-то большого ажиотажа нет. Людей немного и... Вот, можно абсолютно одному прокатиться вверх и вниз. Итак, сейчас, наверное, будет более интересная часть, насколько я помню. Вот, это, в общем-то, единственная промежуточная станция между клэбами Франции и университетом. И вот сейчас уже подъем вверх до самого технеона. Э, вот бы, извиняюсь, до самого университета, конечно же. Кстати, вот... Есть в жизни, даже не в жизни, я бы сказал, а вообще... Есть определенная эволюция, страны развиваются, продвигаются, усовершенствуются. К чему я это хлоню? К тому, что вот я был в Болгарии в 2015 году, и там была огромная, по моим понятиям, как я себе это представлял, канатная дорога с горы Витуша, с лесного массива Витуша, это даже заповедник, до района Симеонова в Болгарии, в самой Софии. Где-то я на ней спускался с Витуши до Симеонова, где-то минут 20 занимало. Я так себе думал, это был 2015 год, июнь месяц, я себе так думал, ну вот когда в Израиле такую построят? То есть в Израиле тогда об этом и речи шла, о строительстве вот этой вот канатной дороги между университетом Технеоном и станцией Новым и Франц. А вот теперь, спустя сколько, 8 лет, ну спустя 7 лет, потому что дорога уже, канатная дорога уже 7 лет работает, вот, все облило реальные контуры, вполне себе есть такая канатная дорога, и вот вполне можно подняться до университета без проблем. Совсем ничуть не хуже, чем канатная дорога в Софии между Симеонова и доповедником Витуша. Вершина черный верх, там все такое. Кстати, когда был в Болгарии в 2022 году, я там не прокатился уже, пешком спустился на прямую. Вот, так что прогресс явно есть в Израиле. Вот, за 8 лет, ну за 7, забабахали такую вот канатную дорогу. Я уже вот это видео снимаю 12 минут, а подъем еще совсем не окончил, кстати. Очень сегодня приятно в самом вагончике, не жарко совсем, открыты вот немножко приоркрытые окна, окошки вот такие вот, и вполне нормально. Дует ветерок, наверное, даже это слышно от трансляции, потому что, я уверен, что будут помехи, когда я говорю, будет не очень хорошо слышно. Ну вот, проверим, кстати, кто меня вот будет смотреть, пусть мне напишет, хорошо меня было слышно в течение всего, всей этой трансляции. Так, вот такая легкая турбулентность перед тем, как мы въезжаем на эту станцию. Это, кстати, предпоследняя станция перед конечной станцией университета. Станция называется Технион Алунин. Но это тоже, тоже станция не для пассажиров, чисто техническая станция, потому что здесь очередной делается виток налево. Ну, у нас швейцарцы такое прописали, раз швейцарцы такое все спланировали, значит, так и надо было. В этом не сомневаюсь. Швейцарцы в этих делах, ну, огромные специалисты, поэтому так посчитали, так и надо было. Авторитеты крупнейшие. Во всем, что касается канатных дорог и вообще железных дорог и всего такого. Я вообще стараюсь в любой стране, куда я летаю, да и по самому Израилю везде попробовать канатные дороги. Это очень интересно, мне кажется. Что канатные дороги, что фуникулеры, это, как по мне, это очень интересно. Хотя я вот абсолютно не техняр, абсолютно. Тем не менее, очень интересно.